Привет, дорогие друзья! Честно хочу сказать, с наших братьев украинцев издеваются, и здесь не только, естественно, речь о нашей любимой власти. Я хочу вам рассказать такую историю, которая вполне возможно, что накроет многих наших сограждан, которые выехали, которые планируют, которые куда-то там ездят и тому подобное. То есть отношение, мягко говоря, от этих всех европейцев к нашим гражданам, которые, я считаю, так, раненые войной, мягко говоря, скотское. Суть здесь в чем? Что есть такое государство, как Румыния. Я думаю, все об этом знают. И оно как раз у нас тут в районе Одесской области находится. От этого я все эти расклады и знаю. И в чем суть? Они в какой-то определенный момент, им пришла светлая мысль. Я уже в одном из видеороликов рассказывал о том, что для того, чтобы пересечь границу, кроме того, что там у вас должно быть водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, венетка для того, чтобы ездить по дорогам Румынии и гринкарта, это страховка, должно быть еще и вот такое вот как технический осмотр транспортного средства. В других странах Евросоюза никто этого не требует. Но им пришла такая замечательная идея. И в связи с этим люди наши очень сильно от этого страдали и я еще уверен в дальнейшем пострадают. Просто эти румыны, я считаю, скоты и сволочи издеваются с наших граждан, которые, я повторюсь, и так очень сильно пострадали от войны. Я нашел чат и там вот пишут истории свои люди, вот пишет женщина. Это было просто ужас. Сначала у нас отобрали техпаспорт, убедили, что все будет хорошо, сделайте техосмотр в Украине и заберете. Но не тут-то было. Молдаване нас не пропустили, а мы вернулись на Румынию с четырьмя машинами. У всех была такая проблема. Было трое малолетних детей и трое чуть постарше. Мы начали устраивать бунг, но пограничники-то на нас не обращали внимания. Звонили в полицию, в разные службы. Посольство украинское бесполезное тоже звонили. И они провели время на границе с 10 утра до 22.10. Уехали от безысходности. Постараюсь, друзья, объяснить, потому что подобных историй я читал много. Ну, к примеру, они там себе приняли в этой Румынии, из какого-то их перепуга, как говорится, бахнуло по голове. И решили они, что надо не пускать наши автомобили. Ну, понятно, те, которые едут со стороны Украины, ну, говорится, не пустили, они развернулись назад, поехали. Я где-то еще это допускаю, понимаю, как говорится. Но в тот же момент, ведь есть транспортные средства, которые едут со стороны Европы. То есть, там, с той стороны, я помню, Турция, Греция, Болгария, по-моему, вот эти страны находятся. И люди, получается, едут назад. Какая ситуация? Их запускают на территорию Румынии, эти негодяи. Там они потом доезжают до границы, чтобы туда к нам, в Украину, перебраться. Тут они говорят, ааа, у вас нету техосмотра. Давайте мы вас оштрафуем и заберем еще технический паспорт. Какое право они имеют, вот эти вот бесполезные румыны, заниматься грабежом на границе, то есть, забирать чье-то имущество. Ну, ладно, вы, там, говорится, штраф выписали, то такое. А какое они право имеют забирать имущество? Ну, наверное, они так себе решили, что имеют, чтобы поиздеваться с наших людей, с наших граждан, которые и так, я в очередной раз повторяю, как говорится, мучаются от ситуации в нашей стране. Только что вернулся с Бухареста. На Галатсе женщина, на Синий Киа Стойник и еще пару авто без ТО оштрафовали на 740 лей. Изъяли техпаспорт. К сожалению, она поехала дальше, на Молдавскую сторону, где ее отогнали в сторону, так как нет техпаспорта. И теперь ни вперед, ни назад. Дело происходило около 13.00 на моих глазах. То есть, вот такая вот, друзья, ситуация. Занимаются грабежом. Понятно, что вымогают денежные средства. Румыны, это те еще взяточники. И тут я подумал, ведь у нас есть там какое-то, наверное, посольство в Румынии. Думаю, почитаю, что там на их сайте по этому поводу написано. Что там вообще, какая там есть информация. Открыв первую страницу, мне показалось, что я попал на какую-то фан-страницу Зеленского. Потому что там Зеленский стоял во всех позах и что-то там рассказывал. Какая-то была о нем очень нужная нам всем информация и тому подобное. Но я все-таки пошукал и нашел информацию для граждан Украины от 12 серпня 2024 года. У зв'язку з чисельными зверненнями громадян Украины щодо значных ускладений під час перетину державного кордону на въезд в Румынию, спричиненими додатковыми умогами контрольных служб Румынии. Поведомляемо таке, что за информацией прикордонной полиции Румынии, у них есть какое-то там распоряджение от 2002 года и еще есть конвенция от 1968 года. У зв'язку з чим, необходимо надавать также периодичный технический огляд. Заборонено рух транспортных средств на дорогах загального користения Румынии без периодичного технического огляду или с закінчением его термином дии. То есть, вот такая вот информация официальная от нашего посольства. Где взять этот технический осмотр тем людям, которые едут, я повторюсь, не из Украины, а в Украину? Это, конечно, очень большой вопрос для меня лично. Если кто-то знает на него ответ, напишите, пожалуйста, его в комментариях. Ну, это, скорее всего, такое лирическое отступление. И есть вот такой вот комментарий в той же группе. А может, ноги растут не от румын, а от украинской власти? Вы не думайте, что Укрвласть могла попросить румын требовать ТО? Типа, если женщины, то они без проблем приедут в Украину. Если ТО и уедут в Румынию. А вот мужчины... Есть и такая мысль, честно хочу сказать, что-то в ней есть на самом деле, как по мне. То есть, ноги растут не от румын, а от нашей власти. В связи, допустим, с плохими отношениями, поскольку отношения со всеми нашими партнерами европейскими испорчены. Или в связи с тем, что, может, наша власть туда написала какое-то письмо. Ведь мы помним, там, Зеленский ездил, просил мужчин вернуть. Кулеба там что-то еще тоже рассказывал. То есть, они вполне могли как-то повлиять. Что-то, ну, как говорится, вот как с этими паспортами, опять же, возвращаемся, которые они за границей не выдают. Понятно, никто от этого не вернется, но просто, чтобы людям нагадить. Тут тоже вполне возможно вот такая вот версия, как по мне. Но, на самом деле, конечно, я до конца не знаю. Про Копчук Игорь Васильевич, надзвучайный и полноважный посол Украины в Румынии, 1968-го року народжения. То есть, как у нас говорят сейчас и модно, ухылянт вот этот посол. Видите, призывного возраста спрятался в Румынии под бронью, издевается с людей, никак нашим гражданам не помогает. Я читал в том чате, звонят в то посольство, пишут, они там только с людей насмехаются. Ну, как у нас это принято. То есть, большой вопрос, почему наша вот эта бесполезная служба не решает вопросы. Опять же, вернувшись к паспортам, паспорта людям не выдают. Издеваться помогают с граждан Украины, которые там через эту Румынию едут. То есть, зачем они там все нужны? Разогнать нахер эти все посольства, консульства, вот этих полноважных послов и всех вместе взятых. Толку от них никакого. Деньги на них тратятся, денег в бюджете нет. Вторая часть моего видеоролика как раз про налоги будет еще вспомним. То есть, ситуация простейшая элементарная. Надо экономить, паспорта не выдают, людям не помогают. Выгнать такой-то матери всех вот этих послов, и не только в Румынии, и во всех странах. Разогнать эти организации и, как говорится, деньги все на святое, на армию потратить. То есть, можно из этой части видео сделать один, будем говорить, не очень хороший вывод. То, что вполне возможно, что что-то подобное будет и в остальных странах Евросоюза. Хотя, возможно, все что угодно. Может, и не будет. Может, это конкретно Румыния ненавидит украинцев. Это их власть все придумала. Такое я тоже, естественно, допускаю. И наши, скажем так, власть имущие к этому никакого отношения не имеют. Поэтому, друзья, в любом случае, вот так выглядят эти документы, которые должны быть. Я там в этом чате тоже их нашел здесь. Вставлю вам скриншоты, чтобы вы понимали, что надо. Если вы будете ехать через эту Румынию, так получится в одну сторону, в другую. То есть, они с вас будут требовать эти документы. Также там я смотрел в чате. Там нельзя почему-то скачать эти видео, я этим не запаривался. Достаточно большие очереди конкретно на выезд из Румынии на сегодняшний день. То есть, там шмонают, проверяют, штрафы вот эти вот по 740 местных денег каких-то составляют. И, конечно же, кроме этих всех штрафов забирают тех паспорт. То есть, где, опять же, вот этот бесполезный посол, непонятно. Также, друзья, хочу заметить, в моем телеграм-канале вышел видеоролик, связанный с тем, что сотрудники ТЦК, их там очень много, они все крепкие и сильные, похищают с улицы работника коммунальной службы. И этот видеоролик, конечно, является неформатным. Ссылочку на него оставлю в описании к этому видео. Переходите, друзья, ознакомьтесь. И, конечно же, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Один из народных депутатов пишет стосовно подвищения податков. Что залишилось старого текста? Подвищение ставки військового сбора с 1,5% до 5%. Встановление військового сбора для ФОП первой и второй группы 10% от минимальной заработной платы. Також один еще додатковый % для третьей группы единого податку, тобто зараз 5% плюс один будет платить 6%. Встановление щемесячных авансовых внесков для АЗС. Також еще додали встановление ставки податку на прибуток в размере 50% на 2024 год для банков. Підвищена ставка податку на прибуток для финансовых компаний 25% та щемесячный звит с ПДФО. Ну, в целом уже что-то значительно краще, пишет он. То есть, друзья, вот такая вот информация по налогам от депутатов. И в дальнейшем уже сам пан Гетьманцев тоже на это все отреагировал неким постом в Телеграме. Что он еще пишет? Что еще я хочу заметить по поводу того, что наконец-то они решили сделать какую-то реформу налогового и бюро экономической безопасности. Ну, это, честно сказать, для меня шок и сюр. Потому что 5 лет у власти никаких реформ, ничего вообще не было сделано, ни одного улучшения, никаких вообще ничего. Только все делали хуже, зажимали, отбирали, увеличивали, поджимали, делали так, чтобы людей что-то забрать. Вот единственная, по-моему, цель этих всех деятелей, как говорится, у власти. Никаких реформ не совершаем. Вы говорите сейчас о каких-то бесполезных реформах. Я, честно сказать, даже не понимаю, о чем здесь они имеют в виду, о чем речь. Ну, может, что-то там поделят, переделят должности, продадут денег, заработают. Но это нас с вами на самом деле никак не коснется. В тот же момент, ну, элементарно, на самом деле, с деньгами там это все можно решить. Сократить этот госаппарат, сократить половину министерств, мне очень нравится эта идея. Кроме того, сократить, естественно, излишне раздутый штат силовых структур. Потому что у нас территории уменьшились, к сожалению. Какие-то непонятные там личности, которые, я уверен, числятся на всех этих территориях. Там и госаппарат, и еще что-то разогнать, всех сократить. Потому что, я считаю, что неправильно в такое непростое время содержать какие-то должности, которые под собой ничего, будем так, полезного и хорошего не несут. Потому что, ну, надо экономить все на армию, все на зарплаты военными, я считаю. И, естественно, сократить этот аппарат. И, кроме того, депутаты, министры, все могли бы отказаться от всех премий, зарплат. И в такое непростое время поработать все-таки без зарплат. Люди, они там все, и так будем говорить, честно, не бедные. Также, друзья, чтобы не было совсем грустно в конце, мне тут попался небольшой видеоролик, посмотрите его. Вчера втек злочинец Дмитрук. Я вымушенный покаятись, потому что частина вины безумовно лежит на порошке. Одно я могу заметить, я тоже давно заметил, хорошо, что он не пьет. Но я имею в виду Петра Алексеевича. Мог бы пить в такое непростое время. Тогда губом как-то облизывает. Но я думаю, это из-за жары. Это никак не связано с чем-то таким интересным. Ну, тут опять там будет что-то мне писать. Ну, Господь с ним, это такое мое мнение о Петре Алексеевиче. В тот же момент есть человек, который, ну, на порядок, будем говорить, выше всех остальных, он просто, ну, прорицатель, ясновидящий, и он все обо всем знает. Он знал о том, что произойдет с Павлом Дуровым, что его задержат. Даже за определенное количество дней ему это было известно. Врать не люблю, знал за неделю.